Чем хуже экологическая ситуация, тем больше у них денег. То, что происходит, это кошмарно. Восстановить природу будет так же невозможно, как и вернуть человеческую жизнь. Лысые горы, мертвые деревья, отравленная вода. Ну, то есть люди болеют, да? Наша задача заставить систему думать не только о себе, а вообще посмотреть на людей. Товарищ майор, не бейте. В май исполнительный год, как мы запустили проект, на самом деле он должен был появиться раньше. На самом деле он должен был появиться раньше. Он должен был появиться в феврале или в марте 2022 года. Собственно говоря, готовились, готовились, готовились. Вот уже мы должны были презентовать. И он должен был презентоваться как добрый проект. На самом деле достаточно добрый, такой познавательный, с какими-то историями о редких животных. То есть, конечно, он должен был поднимать проблемы, но все это должно было быть намного мягче, намного добрее. А потом началась война, и мы поняли, что мы не можем запустить никакой мягкий, добрый, развлекательный проект. Вот сейчас, да, в феврале 2022 года или в марте 2022 года, ну, казалось, и мы задавали себе этот вопрос, и многие нам задавали этот вопрос позже. «А какая вообще нафиг экология? Вы о чем сейчас говорите? Там как бы люди умирают. Они умирают, они гибнут, их убивают». Мы думали, крутили в голове и думали, что, может быть, мы откажемся от проекта. А потом поняли, что нет. И мы поняли, что у природы, да, вообще, что окружающая среда – это такая жертва войны, которую никто не замечает. И когда снаряд, условно говоря, уничтожает очистные системы, на Азов-Стали, это, я понимаю, что вся трагедия Мариуполя намного-намного больше, конечно, чем то, о чем я сейчас говорю. Но неизбежно все это загрязнение попадает в Азовское море, которое у Украины и у России общее. Никто в России не считает экологический ущерб от военных действий. Никому в России, ну, на уровне государства, это не важно, короче говоря, попросту. А если кто, ну, по крайней мере, как формирует мой знакомый эколог и иноагент Евгений Симонов, если кто и решит посчитать этот ущерб, окажется, в общем, в не самых приятных местах, скорее всего. Мы точно знаем об атаках на нефтебазы в Курской области, в Брянской области, в Белгородской области. Мы знаем о том, что поля в Белгородской области, которые находятся ближе к границе с Украиной, усеянные воронками от взрывов, и абсолютно плодородная земля, в которую палку ваткни, она прорастет, она теперь уже ничего не родит, потому что там просто колоссально серное загрязнение. То есть это теперь мертвая земля. Ее рекультивировать можно, но это дело даже не 10 лет, скорее всего, для того, чтобы она восстановилась. Сколько погибло животных, мы не знаем. Это, к сожалению, мы даже не знаем, сколько людей-то погибло, а пара животных тем более. Ну, собственно говоря, вот так. Что мы точно можем сказать, что наши любимые народные избранники, депутаты Государственной Думы и все вот эти классные ребята, они очень активно сейчас пытаются ослабить природоохранное законодательство, в том числе разрешить, например, добычу ископаемых в 85% российских заказников и природных парках. То есть, да, идет наступление на таком внутреннем фронте, каждый из этого хочет извлечь свою выгоду, кто-то просто хочет добывать что-то, кто-то хочет рубить лес, кто-то хочет природоохранное зону Байкала строить, туристические всякие базы и прочее, в общем, на этом нажиться. Вот, ну, то есть, определенно, что под эгидой войны, да, сейчас и под, ну, безусловно, под эгидой войны, имею в виду, что в целях национальной безопасности, да, сейчас пытаются ослаблять природоохранное законодательство и ослабляют его де-факто, да, вырубая, например, леса вот в Москве, да, вот мы видели Лосиный остров, Коломенское, Измайловский парк частично. Мы знаем, что в трех московских локациях, а может и в большем, на самом деле, количество мест вырублены деревья, мы знаем, что эти рубки были произведены в интересах национальной безопасности, то есть как раз, как, по крайней мере, говорят источники, да, под ПВО, но это ПВО, оно было заснято там ровно в одной локации, да, жителями близлежащих домов, а что происходит в других локациях, мы сейчас конкретно не знаем, потому что как только начинаются вот эти вот рубки, да, тут же это все обносят заборами, вот, и ты не знаешь, что на этой территории находится, средства противовоздушной обороны или, не знаю, или дача чья-нибудь, да. Вот эта церковь Вознесения Господня, здесь в парке Коломенское в Москве, она является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, а сам парк, он является объектом культурного наследия. И по закону 86% зеленых насаждений, которые есть вокруг этого парка, да, которые, как бы, составляют в нем единый облик, они должны оставаться сохраненными, сохранными. Вот, а там до этого было 100 гектаров, собственно говоря, зеленых насаждений, вот, и это, на самом деле, существенно для любого города. Я думаю, что вот эти вот деревья, которые они оставили прям по самой кромке берега, они играют скорее эстетическую такую функцию и маскировочную функцию, чтобы просто не было видно отсюда, прогуливающимся людям, какой у них там кошмар происходит. Там часть территории получит Министерство обороны, которое имеет право сейчас де-факто изымать под свои нужды все, что угодно. Правда, опять же, нужно понимать, что на самом деле все намного сложнее, и Минобороны получит только, там, буквально десятую часть, насколько я знаю, вырубленного участка, а все остальное уйдет разным московским организациям, там, Мослифт, Мосгаз, Водоканал, и вот они там будут какие-то свои проекты делать, какие-то свои сооружения строить, и при этом неизвестно какие, потому что сейчас очень удобно говорить, что мы не будем разглашать, что мы тут будем делать, потому что там есть, как бы, участие Министерства обороны. Это год, в котором... Год, за который потерялось понимание, что будет завтра. Да, абсолютно. Я уезжал, чтобы уехать из России на какое-то время. Да, это именно так и было. Я не могу объяснить, почему я вернулся. То есть это лежит просто за гранью рационального, но вот я скажу так, Казахстан прекрасная, замечательная, вообще во всех отношениях замечательная страна. Там такие люди классные, гостеприимные, добрые. Я еще нигде не видел, чтобы совершенно постороннему человеку в кафе бесплатно давали еду из-за того, что он из России приехал. Никогда такого не видел. Но все-таки, вот ты живешь, ну, день, ты понимаешь, что ты не на своем-то месте. Ты, как бы, ты приехал, но тут все понятно абсолютно. Тут даже никаких языковых барьеров, никаких вообще барьеров для тебя нет. А ты все равно, ты не должен тут быть, ты не должен тут быть. Вот там ты должен быть, там, где пускай плохо, пускай там загребают людей на улицах в армию, но ты должен быть там. В общем, короче, я, конечно, смолодушничал и переждал период, когда всех забирали на улицу в армию. Но я не знаю, я считаю, что пока есть возможность быть здесь, работать здесь и рассказывать о том, что происходит здесь, видеть это своими глазами, это нужно делать обязательно. Я скажу про то, что я считаю достижением, хотя там, на самом деле, считать достижением что-то прям трудно, да. Во-первых, мы рассказали о том, как большая любовь Владимира Путина к тиграм обернулась катастрофой для Хабаровского края. Потому что президент Российской Федерации, так сказать, поставил задачу увеличить популяцию морского тигра. Но забыл, что недостаточно просто увеличить популяцию. Надо еще создать условия, чтобы тигр жил. Жил в тайге, не выходя за ее пределы, не приходя к людям. Но этих условий создано не было. А условий было, в общем, одно, на самом деле, одно. Не трогайте тайгу, не трогайте Хабаровскую тайгу, тигр у вас сам прекрасно восстановит свою популяцию. Просто вот не надо рубить лес. Очень хотелось бы, чтобы все подвиды тигриной семьи имели такие условия, как наш амурский красавец. Но все время, пока действовала программа восстановления популяции амурского тигра, лес Хабаровского края интенсивнейшим образом вырубался и вывозился, естественно, в Китай. А потом, когда пришло время отчитываться, это, собственно говоря, был прошлый год, пришло время отчитываться, специально созданная организация, оно, амурский тигр, заявила, что популяция тигра у нас выросла в два раза. Так это или не так, большой вопрос, на самом деле есть большие вопросы к методике подсчета, собственно говоря, и они есть у профессионального сообщества зоологов. Но, окей, заявили. И буквально этой зимой мы получили с ноября по февраль 137 случаев выхода тигров в населенный пункт и 137 случаев, даже хуже, 137 случаев убийства домашних животных тиграми. Вот он. Тихо, тихо. Вот он, вот он. Вот он, иди за собак, и дальше. Вот она. Сука, хуйка. Ни хуйка, там лошадь. Вот она. Пугануть надо ее. Иди отсюда, хуйка. Да иди. Да иди. Да иди, она сейчас еще и сюда хуйка замырнет. То есть тигры стали ходить к людям в села, ну, я не знаю, там, ну, просто есть они стали ходить в села, есть, почему? Потому что тайга вырублена, в тайге не стало кормовой базы для кабана, это самый основной источник питания тигра в естественной среде. Кабана стало меньше, тигру нечего есть, тигр пошел есть к людям, да, и поэтому жители Хабарского края открывают там дверь из своего дома и видят, что у них там, не знаю, тигр гуляет по огороду и как бы, или тигр там выкушивает их собаку. И вот очень приятные дядечки. Все улыбаются, все все хорошо. Ну, вот Шмотев Сергей Федорович, да, например, он у нас возглавляет такое предприятие Форес, которое делает пропанты для нефтепромышленности. Забазируется от его предприятия в уральском городе Сухой Лог, который еще иногда называют Мертвым Логом, потому что вот это вот предприятие, которое возглавляет Шмотев, оно, скажем так, крайне грязное, да, оно где-то запредельно абсолютно выброс в атмосферу устраивает, и из-за него в городе даже происходят такие пылевые бури, это когда, ну, при определенных метеоусловиях, да, выбросы из завода, все идут прямо на городскую застройку на живую, и, ну, людям прямо они жалуются, что им нечем дышать, вот, то есть реально там они записывают иди обращения, они периодически даже митинги там устраивают. Уважаемый Владимир Владимирович, мы хотим обратиться к вам с большой просьбой защитить наши концессионные права на благоприятную экологическую среду. Дело в том, что в непосредственной близости от наших домов находятся вот два завода, которые наносят большой вред нашему здоровью, нашим детям, взрослому населению, всему городу Сухой Лог, поселку Быковский. Мы куда только не обращались, везде только одни отписки, отговорки. Пыль повсюду, на крышах, на окнах, на белье, на машинах, в квартирах пыль, летом нельзя форточки открыть, нельзя воздухом свежим подышать. Помогите нам, пожалуйста. Это такая очень странная, на самом деле, ситуация, когда город зависит от завода, да, ну, просто еще в советских времен осталось, и город был выстроен рядом с заводом. Вот он, с одной стороны, зависит от завода, а с другой стороны, как бы, именно этот завод город и убивает. И на самом деле мы много где в России сталкиваемся с этим. Те люди, которых мы привыкли видеть в российском списке журнала Forbes, бенефисары существующей экономической и политической системы, это самые большие, к сожалению, вредители природе России. Да, Олег Дерипаск тоже интересный дядечка, но он работает в основном, конечно, не на Урале, а в Сибири с алюминиевыми заводами. И там тоже все плохо, это если очень коротко. Конечно, Россия страна больших возможностей для ограниченного круга людей, но на самом деле это круг шире, чем мы можем себе представить. И даже если ты всего лишь глава Красноармейского района Кубани, это не значит, что ты не можешь поставить в очень неудобное положение всех остальных жителей этого района, по крайней мере, жителей одной конкретной станицы. Я сейчас говорю про станицу Полтавская. А рисовые плантации в Краснодарском крае, конкретно рисовые плантации в районе станицы Полтавской, дают 40% российского риса, вообще всего российского риса, который мы потребляем. И они стоят прямо вокруг огромной помойки, просто огромной помойки, которая вся течет, вся прям испаряется и чадит. И это просто, конечно, катастрофа на самом деле. 5 сентября, станица Полтавская, 22 год. Люди стоят на мосту, не пропускают мусорки, уже закат, вон там жарят шашлыки. Все собрались здесь жить, отстаивать свое право на жизнь. А бенефициар этой свалки, да, прекрасный господин Юрий Васин, глава Красноармейского района и его семья. То есть, конечно, он не сам владеет этой свалкой, это все делается через его брата, через супругу. И на этом на всем тоже поднимаются, конечно, уже не миллиарды, пускай там рубли, пускай это там, по-моему, около 100-200 миллионов рублей в год. Но это хороший бизнес. И, конечно же, из-за того, что жители боятся есть выращенный здесь рис, и тот факт, что прям посреди станиц постоянно ездят мусоровозы, он как бы не должен мешать ведению этого бизнеса, ну, по крайней мере, с точки зрения его бенефициаров и главы района, который призвал вообще-то заботиться о жителях. Вот она страна, вот она Россия, в одном кадре вся. Люди стоят, защищают, смотрите на эти лица, они плачут, стоят. Стоит полиция, смотрит, как их давят. Эта машина их толкает с собой, давит, просто давит. Вот смотрите, сколько полиции стоит. И никто ничего не предпринимает, никто ничего не делает. Вот смотрите, люди лежат на дороге, люди лежат на дороге, не пускают эти машины, мусоровозы. Бабушка легла на дорогу и не пускает. Мы конкретно, например, Полтавской видели просто ужасающий случай, когда лидера протестного движения Андрея Горяева, его де-факто довели до самоубийства, потому что он очень активно выступал против свалки, и на его компанию, которая занималась строительством спорткомплекса вообще в другом городе, Краснодарского края, в Абинске, на нее повесили штраф за то, что она якобы не вовремя сдала этот спорткомплекс. Хотя при этом сами чиновники препятствовали ей в том, чтобы она могла вовремя отстроить объект, они не выдавали ей вовремя документацию. И уже после его самоубийства в суде было доказано, что объект не был сдан вовремя именно по вине администрации. Но человек этого давления просто не пережил, не дожил до этого решения суда, не смог дотерпеть до этого решения суда и покончил с собой. Он был лидером протестов в Полтавской. И все равно, несмотря даже на такое давление, несмотря на задержание полицейских и на то, что КамАЗы все равно едут на полигон, даже когда ты стоишь на их пути, они начинают тебя придавливать, то есть показывают, что нет, нам все равно, что с тобой будет. Люди все равно выходят, а у них нет просто другого выбора. Смотри, давит людей! Давит, ***! Смотрите, давит людей! Станица Полтавская! 6 апреля! Смотри, пошли в атаку против людей, вот они! Полиция пошла! Мы раньше говорили недостаточно громко, возможно, и пришли туда, куда пришли. В очень плохую ситуацию. Давайте мы сейчас хотя бы будем пытаться говорить. в том, что мы должны победить. Что мы должны победить? Мы не на том этапе, когда надо победить государство. Мы на том этапе, когда… если глобально, да, решать проблему. Мы на том этапе, когда нужно победить собственное равнодушие. Поэтому сначала нужно донести до всех каждого, ну, или хотя бы до, не знаю, третьего населения взрослого, почему нужно сортировать мусор, или почему, если ты видишь, что рубят деревья, надо узнать, это вообще законно или нет. почему важно пойти на общественное слушание по какому-то опасному производству, да, построить какого-нибудь нового химзавода, и убедиться, что это будет хоть сколько-то приемлемое для окружающей среды и для того воздуха, которым ты будешь дышать производство. Если будет неприемлемое, то надо обязательно против голосовать. В общем, пока нужно работать вот с этой проблемой. Нужно сначала до людей дойти, а потом до государства уже автоматически дойдется, когда будет достаточно много людей. Ну, по крайней мере, так думаю. У людей должно прийти понимание, даже если им говорят, что это будут самые классные там рабочие места, да, там, что новое предприятие все преобразит. Ребят, в лучшем случае на этом предприятии получат работу там 100 человек, и это будет зарплата 40-60 тысяч рублей. Но вы убьете все. Мы это видим, например, на городе Карабаш, Челябинской области, где работает огромный медный завод, где просто вся природа вокруг уничтожена, там стоят лысые абсолютно горы. Вот вокруг, и город Карабаш, такое черное просто пятно, лысые горы, мертвые деревья, отравленная вода, выбросы, которые, вот только прошел выброс, все деревья опадают, которые, вот они зацвели, все, выброс прошел, они опали. Все, как бы город мертв, ну то есть люди болеют, да. Вот, поэтому люди должны понимать и требовать от тех олигархов там, да, или кто владеет там предприятиями в их городах, они должны требовать, чтобы эти олигархи, эти представители системы вот нынешней, чтобы они экологизировали свои предприятия, чтобы эти предприятия оказывали минимальное воздействие на природу. И, ну это возможно. Ну вот, кстати, нет, вот недавняя история со строительством полигона отходов в Дубровке, в Ленинградской области. Там не было такого, чтобы люди выходили на ОМОН, там вот вот этого вот не было. Вот там просто была масса жалоб, масса письм в инстанции о том, что не надо, там у них карьер обводненный, то есть уже, можно сказать, озеро, да, по сути, ну пруд. Вот. Вот. И на его месте планировали сделать мусорный полигон, собственно говоря. Вот. И люди там протестовали и писали во все СМИ, во все инстанции ходили, не прекращали это даже после 50-го отказа, и в итоге решили, что там, скорее всего, не будут. Скорее, еще не окончательно, но, скорее всего, не будут. Вот. Это, то есть эта победа не такая, не на поле бой, да, это победа в бумажной борьбе. Вот. Ну, хотя они и на пикеты тоже выходили, безусловно, но это все-таки, ну, не было вот таким прям, настолько острым противостоянием. А настолько острое противостояние сейчас продолжается в Полтавской, вот, с Таницы отравленного риса. Вот. Вот. Но там пока люди успеха не добиваются, пока их продолжают давить, вот, и трудно прогнозировать, может ли это закончиться их успехом. Я скажу так. Тренд на то, чтобы давить экологов, он очевиден, он есть. Государству сейчас не нужно просвещение ни в каком виде. Экологическое просвещение неизбежно повлечет за собой просвещение политическое. Государство планомерно расправляется с теми, кто пропагандирует любые ценности, которые можно было бы отнести к общечеловеческим. Ну, мы же видим, что есть компания против музыкантов, против политиков, против писателей. То есть, ну, просто экологи — это одни из. Одни из. Ну, и не в последнюю очередь, возможно, из-за того, что экологическое сообщество в целом выступило против войны, конечно. И были письма в поддержку украинских экологов, письма в поддержку украинским коллегам. Субтитры создавал DimaTorzok «Поделать люди, которые живут в твоей стране, и говорить с ними о том, что у них наболело, пытаться решить эти проблемы. Хотя, если речь идет о военных проблемах, это вне поля моих возможностей. Я имею возможность зафиксировать эту боль, оставить ее для истории, зафиксировать эту трагедию, которую всем нам подарили 24 февраля прошлого года.